Царю небесной Отец наш небесный, молим Тебя, именем Господа нашего Иисуса Христа, благослови. И это наше собрание, занятие по слову Твоему Святому, с толкованиями святых отцов Господи, которых прославил Ты. Даруй, Господи, нам быть истинными и исполнительными слов Твоих, чтобы когда придем мы в блаженной пристани, Господи, Ты мог порадоваться за нас, что мы все исполнили. Слава Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Прод, прод. Володенька, Володенька. Так, а где треножник? Куда он делся? Сергей забрал его. А? А то Сергей треножник он взял. Сережа с собаками сейчас работаем. Это же ему нужно, чтобы денежку зарабатывать. У него же реклама от этого. Вот и все, больше ничего там нет. Я сказал то, что у меня есть, я не отрицаю, он ходит, но я выразил свои несогласия. Ну, это хорошо, на литургии уже был, он побыл. Ну да, молодец. А то другой раз в другом городе едет, в воскресный день, это уже никак. Да. Марка, 7 глава, 14-23 стихи. И призвав весь народ, говорил им, слушайте меня все и разумеете, ничто входящее в человека извне не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. И если кто имеет уши слышать, да слышит. И когда он от народа вошел в дом, ученики его спросили его о притче. Он сказал им, неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто извне входящее в человека не может осквернить его? Потому что не в сердце его входит, а в чрево и выходит вон, чем очищается всякая пища. Далее сказал, исходящее из человека оскверняет человека, ибо из внутри, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кражи, лихаимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло изнутри исходит и оскверняет человека. Толкование блаженства Филатка. Под лукавым оком разумеет или зависть, или распутство. Потому что и завистливый бросает на завидуемого обыкновенно лукавый и язвительный взгляд. И развратный, засматриваясь своими очами, стремится к делу лукавому. Хулою называется оскорбление Бога. Если, например, кто станет говорить, что нет промысла Божия, то это будет хула. Почему Господь и совокупляет с нею и гордость. Есть гордыня, есть как бы пренебрежение Бога, когда кто, сделав доброе дело, приписывает его не Богу, а собственной силе. Под безумством разумеет обиду против ближних. Все эти страсти оскверняют душу и возникают и исходят из нее. То есть из души, из сердца, душа получается. Ну какие мысли приходят? Мы стоим в окружении Христа, накормил он нас, рыба осталась не всю съели, а рыба-то вообще хорошая была бы. Мы бы в холодильничек дома спрятали, ну уж забрали все теперь. Ну и теперь давайте рассуждать, как бы я себя там вел, даже при этом багаже, который я имею. Вот Господь бы сказал, вовнутрь все они оскверняют. Я сказал, Господи, а как же, ты же сказал, что оскверняют. Петр, когда опустился полотно, он говорит, Господи, я ничего скверного не ел. Это иудей настоящий такой. А 11 глава левитий говорит, вот это, вот это, вот это оскверняет человека. Да не просто оскверняет. Убивает. Вовнутрь приняла Ева яблок, это плод-то где-то. И умерло уже 100 миллиардов людей, даже больше. Миллиардов. Вообразить даже эти нельзя. Как, оскверняет или нет? Всю вселенную осквернило. А Господь, говорит, не оскверняет. А то и другое, так Господь сказал. Вот теперь мы и подошли. А как тогда? Ну что оскверняет, я показываю. Значит, надо тут понять, когда Господь говорил. Какое время? Когда закон тот отошел. Теперь, говорит, ничто не оскверняет человека. Но освящается Словом Божьим молитвы. И Господь умер за весь мир. И теперь животные, и все. На всех это печать благодати Божией. Так что, и змею можно есть? Китай съест тебе, нравится она, вкусная очень. Они варят ее. И хитру поймали, глины обмазали в костер. А потом шкура вместе с змеей слезла. И там мясо. Или возьмем андатры, бобер. Это вообще деликатес. Краб. А у евреев было нельзя. А теперь всякое творение Божье хорошо. И ничто не продосудительное, если принимается с молитвой. Благодарение. Когда нас сегодня спрашивают мусульмане и другие. А вы как насчет свинины? Я ему, никакого мяса у нас нету. Они сразу замолкают. А вы конину-то едите. Конина запрещена была, как и свинья. С чего ради вы решили есть? Если свиньи принимаете, то и конину не ешьте. А конин у них это высшее. Самый почтенный гость. Вареную конскую голову получается с того. Вот он сидит там, говорит. Ему хватит там есть, наестись. Пока глаза съест, его уже на бок потянут. Это точно. Вот как теперь. Вот сегодня мы слышали. Нам сказал здесь наш батюшка, не чужой. Он сказал, полюби к нам. И вот вы говорите, там Гитлер, то другое. Не сказать, это ни туда не ходит. Э, тут мы должны сказать, что Слово Божье включает в Тебе все. Весь круг жизни. От Адама до сегодняшнего дня. Да кого же? Аминь. Дняния апостолов. Заголовок книги. Дняния апостолов. И апостол выходит, Иоанн Затус, и говорит проповедь. Второе, опять воскресенье, опять проповедь, говорит. Третье. Шесть проповедей, говорит. Разъясняет заголовок. Да хочу что-то объяснять-то. Заголовок только. Исайя, шестая глава, первый стих. Исайя. И видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном. И крайне. Их крайне всего наполняли храм. В год смерти царя Озии. Первое слово. Четыре большие проповеди, говорит. А что там говорится? И сначала послушай. В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле. При чем тут смерть Озии? А давайте разберем, кто такой царь Озия. Хороший был царь. Но когда Бог даровал ему все победы, ему захотелось захватить и священническую власть. Священник исходил. Ну когда я сюда ходила? Он говорит, это священническое дело. Ладно, отойди. Как только он разгревался, лесо пошло пятнами проказы и покрылось. А согласно закону, он должен жить за городом. За городом. А ему отдельный дом построили. Нарушение. Явное нарушение. И Бог отнял бедение от всего народа. И пророк ничего не видит. А теперь в год смерти царя Озии умер. Все. И сейчас сорвано, теперь в ее видение. Вот как... А ты понимал? Никогда нет. Я вообще эти слова ни во что ставил. Он говорит, в этом-то и заговор. Что один такой вот человек, поганец, скажем. Он портит все. Так что и на молитве, которая один, один может погасить многое. Ну и все. Видишь как. Господь иногда город даже может пощадить ради нескольких человек. Даже Давыда нету. И кто говорит, и пощадил я город ради раба. Моего Давида. Он уже умер давно. Это все еще продолжается. Как они заботились об этом. Янапан расстается с Давидом. И оба плакали. Но написано, Давид плакал больше. Больше. Больше мускулы были у него. Золото было. Нет, это все у Янапана есть. Он один, а даже прорвался передовой ряд. Перестемлян. Все крошилы. Победа была дарована. Здесь другое. Но Давид плакал больше. И он только об одном просил. Я знаю, отец мой погубит меня. И тебя не допустит. Но скажи, я верю, что ты поцаришься. После моего отца ты будешь посушеным. Ты царем будешь. Я внутренним счетем понимаю. У меня дети остаются. Ты о них позаботься, пожалуйста. О детях главная забота. Уходит на фронт. И ты за детьми-то, мать, смотри. Так вот это так и есть. Не просто просчитать надо. А это место писания на все сферы жизни. Во свете Библии глядеть, это не в одну точку уставится. Так он говорит об этом. Э-э. Первая коринфа, 10 глава, 6-11 стих. Перед этим Павел перечисляет. Такие-то, такие-то. И они походствовали. Что? Пищу. А может ли Бог мясо приготовить в пустыне? Еще нету. Ну а где мясо возьмет-то? Неужели нам всех короб заколоть-то? Значит, может нет? И слышал Бог, и разгревался. И наслал вдруг перепелов ветром и ужином. И было столько, что они на полметра с земли были, на ветках везде сидели. И рисует, когда они, перепелки были большие, говорят, как рябчики. И они кучей вязанкой. Ну, как Ленин. Заяц обновил, лодка тонула. На острове, где вода была. И он там оказался, прикладом лупил, лупил. Весном. Я попутно. А зачем? Попутно. Что ты знаешь, откуда идет. А дальше, говорят, это были образы. Не для того, чтобы в истории ученик отмечал на пятерку. Образы для нас, достигших последних времен, чтобы мы не были походливы на злое. Так это отрицательный образ. Они играют такую же армию, как положительные. Ты скажешь, положительные я не достигну. А вот это-то я точно такой же. Так вот у тебя выход. Я гнал церковь. Я убивал. У меня руки не по локоть, а по шею в крови. А Бог меня избрал. Так успокойся. Надейся на Бога. И ты увидишь, как все по-другому пойдет. Я кое-что захватываю, то, что я говорил сегодня батюшке. Вот, говорит, Игорь сказал, приедешь. И там снимают. Ты даже хотел что-то поговорить, не поговоришь. Правильно, лишь это обо мне. Поэтому я могу объяснить. Он приезжает, а он не говорит. Мне разницы никакой нет. Я спрашиваю, о чем? Об урожае. Он говорит. Лично мне его не надо. А лично мне что говорит? Я знаю, твоя семья, ты разберешься. Меня интересует, а как сосед Женя? Поэтому упрек брошен, а он совершенно не в ту сторону. А почему? А у меня идут ролики по воскресным дням. Новости из Потеряевки. Новости. Но почему долго так нету? То есть его не ждут, не батюшку никто, а меня ждут. Вот давно у вас не было. Как вы завтрак готовите себе? Вот посещаемость 5 человек, 6. Володя хлеб у тебя готовит там. Уже 6,5 тысяч. Да 6,5 тысяч. Что им по крошке не хватит того хлеба, что нас тряпали. Не то, что там осталось это. Но все подлежит. Но однако так, мы говорим для многой публики. Повторяю. У меня 43 тысячи подписчиков. 43 тысячи. Понимаешь, это не просто так. И 43 миллиона с половиной просмотров. Вот два дня назад было. А я вчера, позавчера было это. Ну это вчера. Вчера в субботу было. Батюшке. Я говорю, смотри, сейчас я открываю один ролик. У него-то нету. У него нулевое знание. Нету не компьютера. Не вообще нету. А у меня 17 тысяч 500 роликов. Если бы у батюшки один только ролик был. А у меня 17,5. То есть у меня больше 17,5 тысяч. Но у него ни одного нет. И поэтому у меня больше, чем у него. Если бы даже у меня один ролик стоял. Бесконечное число раз. Потому что с нулем. Это математика так. Восьмерка на боку. Но у него нету ничего. И он должен здесь доверить все. У нас опыт. Притом ежедневно. Вот сегодня я встал. Сейчас не могу сказать. Может быть маленькой двух часов не было. Все. Я уже не ложусь. И уже делать нечего. И уже мало времени. И надо еще прилягу. Печку затопить. Володя, встанешь, чтобы тепло было. Я ложусь позже. И теперь я отвечаю на вопросы. Готовлюсь к этому. Сейчас вот начали у меня раскачивать эти разные темы. И как смотреть. Как завести. Поскольку. Какую на нее картинку поставить. А картинку Вячеслав сделал на 55 картинок. Допустим, бесы. На это что? Семья. Семья. И за столом старинная русская семья сидит. Видел, как красиво где-то. Дети. Показано в снимках. И написано. Вопросы и ответы. Дети. В лагерь. Дети в лагерь. Я перед ними. И я везде картинки эти ставлю. Картинку ставить. Это надо знать как. Откуда. Это моя работа. И вот он сказал батюшка про Игоря. Наши отношения какие-то самые хорошие. А я снимаю. Да, снимаю. Но у него времени бывает нет. А лично надо. Если надо лично, мы тогда выйдем поговорим. И все. Зачем ему на камеру говорить? Я на камеру его не спросил ни разу. Ни о свадьбе. Ни о чем. Я спрашивал только об урожае. И о выставке, на котором был. Поэтому какой тут упрек. А у меня нету. И ты будешь жрать. У тебя еще не было. У тебя нету на ноль-ноль. Ноль. От хрещения у нас потеряем. И лет 15 бы не было. А это все идет через то, что сижу я здесь. И ты откуда взялась с тобой? Откуда бы ты взялся? Ну? Ну тут сравнивать нечего. Мне это ведь не надо. Я знаю, это мое бремя от Бога. И поэтому слова батюшкина, как бальзам для меня. То есть он меня возвышает этим. Ну да. Я покажу. 2.18. Считайте, якобы. Покажи веру твою без дел твоих по интернету. А я покажу веру мою без дел моих в интернете. Сравнивать не с чем. А было так, чтобы кому-то вредно было? Никому. От воображения. Вот у меня было потеряемки. Приходит ко мне и самый старейший член общины. Серафима Гавриловна Плотникова. Пришла. А никому не идет, ко мне идет. И вот она начинает говорить. Вот там заезжала какая-то сестра наша одна потеряемская. И она с ним, с Володей, поехала куда-то. А Володя, сын, они не женаты. А поехал, он привез к той женщине, которая недавно развелась в другом селе большом. И вот такое дело. Я не хочу. Она пьет и курит. А он, Володя, не выходил замуж. Под 50 лет, наверное. За сестра. И больше. И как? За машину. А я записываю. Она говорит со мной, записываю. Я рядом держу. Не считай на нет. И та сестра, по которой говорила, которая туда поехала. То есть, если кто-то там подсказал. Та сестра памятник. Узнали теперь про меня. Кто узнал? Кто тебя знает? У тебя ни одного ролика нет. Ничего. Ну, выдумывайте все. В первую очередь, выдумка стопроцентная. А во-вторых, что? А она взяла это серофимия и сказала, та сестра. Ты про меня разговаривала это? Ты говорила? Ты что, я подбила Володю? Что я как сватя Володю куда-то делала-то? А она серофимия сказала, не говорила. Моя батюшка показала, она это говорит. Но тут уж, как бы я не записывал, не было. Ну, ребенок маленький, 92 года. А та сестра приехала из-за ко мне. Уролик-то убрать бы надо как-то. Я говорю, зачем убирать-то? Это мое достояние. Я записал, в моей комнате было. Она сама ко мне пришла. И вы мне диктуете условия. Я называю, под язык ко мне залазить. Не надо. А сестра хорошая, та, которая заволновалась. Она пошла теперь к серофимии и тоже сказала, ты про меня говорила. Я такая-то, такая-то. Ну, сводня-то вроде-то. А я не говорила. Но теперь видно, что она говорила и перепугалась. А та сестра приехала ко мне, разделась. Мы поболелись. Она говорит, я не против, ролик стоит, пусть стоит. Вреда никакого нет. То есть, молитву все срезала. Почему я доблю на молитву? И она уехала. Все, у меня ролик стоит. Прекрасно. А те люди, про которых она говорила. Та женщина пьет. Она может подать. Ну, пусть вылазит, подаст. Что она подаст? Что я нарушил-то? Ну, если ко мне претензии есть к бабе, ну, и ничего нигде нет. Поэтому распространять такое. А проще обличать ведь всеми не тайны над ним, чтобы проще имели страх. Зачем это говорится? А она, не вы, кто, о ком говорит. Сколько фотографий там, говоришь? Да сотни фотографий. Такие ногти накрашенные. Это ничего. А другой-то он еще и не говорил. Он только и сказал, надо быть внимательным. Заранее начинать над этой душой работать. Он не сказал, что плохо, не женись на ней. Этого не было. Вот они. На разные стороны. Ну-ка. Гусь да гагарочка называется. На разные стороны взрывали. Ноги отогрелись. Молодцы. Спокойно. Я как бы комментирую то, что было сказано. И поймите, батюшка говорил, это от доброты своей. И чтобы как чего не случилось. А как чего не случилось, если тогда никогда ничего не будет. Тут оглядываться не надо. Конкретно момент наступил. Я рассказываю. У нас там бракосочетание было. Бракосочетание, это не игрушка. Молодые. Венчание. Вот в чем дело. Да. Не игрушка. И что? Уже все заканчивается. Трапеза. Все. Родной брат жениха. Берет два щелка. Пошел. Кто за то, что первым был ребенок. Вроде вышли замуж. Дети сейчас посыпаются. Это зависит от щелка, конечно. Будет она спать в щелках или без всего. Синяя, это для дочки. И по столу вот так вот стоят. Я так, ах, ну что же делаете-то вы? Да вы же кощунки. Даже не от любви появляются дети, а по благовлению Божию. Бывает, он ее любит. Живет 20 лет, как Исаак. И реки. И нет детей. И все. 20 лет не было. А потом сразу двойняшек принесла. Я говорю то, что есть. И что теперь получается? Дело-то идет дальше. Ну, люди засмеялись. Там деньги-то. Я больше. Ты сколько положил? Я столько-то. Я мне дочка, чтобы у них была первая. Дольше ложи туда. Деньги ушли. А дерзость эта, гордыня эта, вот эта гордыня и есть. Зависит от моей мудрости. Я синий и красный щелок заранее достал. А Бог ни при чем. А Он говорит, зародыш твой мой, видели очи твои. Когда ни одного дня не было, уже все книги жизни записаны. 138-й псалом. Дальше. Бог услышал молитву. Ни у того, ни у другого детей нет по сегодняшний день. Как кто подсек и касрировал. Так щелки-то где ваши? Они на щелках готовы повеситься. Мне теперь приезжают, помолитесь. Так ребенка, охота. Щелки вспомните. Никто мне напоминает? Нет. Батюшка напомнил про щелки? Нет. Я один напоминаю об этом. И напоминаю не первый раз. Чтоб другим не повадно было. Ты молись. Господи, если угодно тебе, что дети были. И какие были, ты знаешь. А какой ребенок родился? Ну, тихо, спокойно. Человек смотрит приятное пророческое слое. Нет, я не знаю. Так спокойно. Как бацкий садил, вот так вышел. Я в табликуйте. И в пробу я говорю, в Новосибирске. Так вышел. Братья и сестры, вы на скамейках сидите осторожно. Видите, у нас половина сестер отдыхают. Они пришли тут, умаялись. Они всю ночь молились со слезами. А они даже не, еще, ну, спит, я не знаю, говорился. А потом как поднял голос. Что, нажигали жирного, спать пришли сюда. Вот, как баптии все стряпнулися. Нажигали жирного, спать пришли сюда. У баптистов Новосибирске. Вообще. Взлюка какая-то. Ну, это надо знать. Не бояться, чтобы потерять аудиторию. А куда? В точную цель. Так и здесь. Нету детей. И нету. И оба жила, и те, и другие. А как? Ну, очень просто. Развод. Она теперь отдельно у другого наживает где-то на стороне. Ну, а у него нет еще, потому что она была второстепенная. А теперь у нее ребенок есть. А ей стали, говорю, ну, незаконно же все это. Даже отца-то никто не знает. Может, не от одного. Где-то была-то. А я специально для себя ребенка хочу. Для себя ты хочешь беззаконным путем. Даже ты растишь мстителя. Он тебя задавит или еще что-то будет. Ты выпроси, говорит. Дал Бог дитя, дай Бог ума. Поговорка такая гласит. А кто до ума? Он в тебя похожий. Семя блудай в нем. И от незаконного сожителя явившихся дети. Это, судя говорит, свидетели разврата против родителей. Соломон пишет. Это выросли свидетели, которые будут тебе говорить, ты беззаконник. Где ты их нажил-то? Я никого не трогаю. Я говорю, Соломон говорит. А в женском вопросе он разбирался. 300 жены, 700 наложниц. 300 жены, 700 наложниц. Вот по каждому по квартире давать, так он занял бы, наверное, не один, чуть-чуть, пятиэтажный дом. А так только его наложницы были бы. К слову сказать, у князя Владимира было две тысячи. Так что, потом, и тот, и другое равно апостольное. Равно апостольное, хотя апостольские шагов ни одного шага не сделали. Я попутно все говорю. Вот мы сейчас считаем здесь. Просчитали. Сейчас вернемся назад. И ты посмотри, как во все сферы нашей жизни, и политической также, входит то, что тогда было сказано. Это слово Божие многогранно на разделение души и духа. И просчитал только это видео, ты должен другое увидеть. И в первую очередь себя. Называется экстраполяция событий, переносе из давности, перенос сегодняшнего и конкретно бумерангом к тебе. Если ты понимаешь правильно и не скрываешь. Да, это обо мне. Я считаю, и кровоточат раны. Я виновен. Виновен. Как шахматов там везде. Виновен. Ему там дали монахи. Слово-то, 10 заповедей. Это прелюбодеяние, измена женевна. Так вот. Делает. Виновен. В интернете. Все, так. С сестрой там имел дело. Нет, этого не было. Так. Подбивал других на это. А он в секс-индустрии работал. Виновен. Ну, тогда был у нас вот здесь. Алексей Викторович. Он открыто вышел перед народом. И сам написал. И сам выставил интернет. Виновен. Вот как каяться надо. Ну, их тут. Туп, противно даже. Но виновен. А потом к другой заповеди там подошел. Убивал. Не убивал. Я тут не виновен. А гневался. Еще как. Виновен. Так. И хотел там сеть. Еще как хотел. Опять ставит. Птичку. Угольник. Покаяние-то какое. На 800, да? А? У него на 800 было? Или поменьше? Один час. Ну, если так брать, то не меньше. 800-12 там, по-моему, самое большое. Ну, не надо. Я не знаю сколько. Не в этом дело. Дело в том, что Слово Божие, оно как сеть забросит. Забросил Господь и подтягивает. Так сравнение дается. И вот мы считаем про это. Марк. Дело не в Марке. Дело в том, какие люди там были. И среди них я. Ты будь участником события. И тогда тебе начнет прям сразу раскрываться. Вот здесь у нас сидела еврейка. Я вот здесь сижу, а она вот здесь. Фаина Соломоновна. Фаня. В Ленину Фаня стреляла. Фаня. Я говорю, ты поем мы когда. Что Господь? Бога истина от Бога истины. А она мессианская еврейка. Он пророк. Он мессия, но не Бог. А вы признали, ну я признаю, и Бога истина, и Бога истины. Нет, я говорю первое. Вы пригласили как Захей. Он пришел к вам за стол, сел. Вы пригласили, а вы обязательны. И вы поверили, что кто за столом сидит, он сотворил Вселенную. Миллиарды, миллиарды, миллиарды звезд и все это. Вы попарили? Я говорю, нет. Ну я такая вот июз. Я-то верю теперь уже как христианин. Я утвердился в этом. А они-то ничего не знают. Это был пророк с сильным словом и в деле. Они по-гусульмански понимали-то его. Пророк с сильным словом и в деле. Только речь не шла еще о распятии. И вот совсем третий день, как его нету. Его убили. Идут и рассуждают бы Маус. А Господь пристал, они его даже не узнали. Иначе мы доказывали, как написано в законе, в пяти книжах Тора, в пророках, в совесть в тонах туда входит и в псалмах. Лука говорит. То есть вот и доказательства. А то есть весь Ветхий Завет. И что он говорил? Им глаза начали открываться. Не горело ли у нас сердце? Он говорил. Это о нем. Это о нем. И узнали только в преломлении. Как он переломывал, как-то может быть не так. Как-то пальцы не так. Но они в преломлении узнали. Ну бывает человек. Видишь, издалека говорят. О, это он идет. Это такой-то, я знаю. Он идет и... Вот у нас два человека, я знаю, которые когда идут, правая рука вот так висит, а левая вот так отмахивается. А-то Путин и Пащенко вот сидит. Два человека. Я бы в интернете рассказал. Говорю, Володя идет как Путин, отмахивается левой рукой. Ох, как подняли. Ну, да, ростом такой же. Но с него спроса будет меньше. Ну, так, пошли дальше. Это мы вступление сделали, сгладить то, что было. Да, кстати, тут можно было еще о непонятливости говорить. Ну, это ладно. Марка, 7 глава, 24-30 стихи. И отправившись оттуда, пришел в пределы Тирские и Сидонские. И, войдя в дом, не хотел, чтобы кто узнал, что... Но не мог утаиться. Ибо услышала о нем женщина, у которой дочь одержима была нечистым духом, и, придя, припала к ногам его. А женщина-то была, язычница, родом Серафиникиянка. И спросила его, чтобы изгнал Береса из ее дочери. Так, подожди. Серафиникиянка, повтори. Какая национальность? Язычница. Язычница. Язычница ты выговорил, я знаю. Язычник это бы и Брешев выговорил. Он слово Азербайджан с третьей попытки произносил. Давай-ка, говори. Все. Ну-ка, соберись. Ну, нет, в Библии книга такая, Паралипоминон. Скажи, как книга-то называется? Я сейчас сказал, как. Паралипоминон. Правильно? Правильно. А вот Серафиникиянка? Серафиникиянка не получила. А на выхода на что? На выхода на что? На выхода на что? Молодец. 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 Идея истерия, значит. Что-то у нее было с родственной, где-то, может, по мужу, где-то, сейчас, говорят, полукровка. Так. И чтобы изгнал беса из ее дочери. Но Иисус сказал ей, дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Она же сказала ему в ответ. Так, господи, ну и псы под столом едят крохи у детей. А ведь она могла не так сказать. Сразу в позу встала, вот есть женщина. Она зачем пришла, она уже не помнит. Главное, она сразу руки в бок, буква Ф, и начинала форщать. Ты видишь, это буква Ф, это я-то, а твои-то это овцы такие. Да у меня она рядом живет, шалава такая, сколько она принимает с бригадиром, сколько спит, третьего мужика отбила, да с работы идет, все время тащит. Устроена, сработается, на колбасы завод, раза три колбасой себя завяжут, и ее не найдут, и домой приходят, и у нее все есть. Это ваши такие, это бла-бла-бла-бла. А Господь, я от нее не ученился, что так, Господи. Псы мы. Ничего у нас чистого нету. Ну, псам-то все равно что-то дают, и мне маленько дай. И все получилось как надо. Вот пример-то в чем. На сегодня, да нет, ты мне замещание сделал, сразу, ну, 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 думай, обязательно с градом пойдет дождь. Да еще и предложат, ты иди, прощение проси, а за что? Ну, просто так, найди сам, за что и проси. Вот, понимаешь, сколько можно взять, и запоминает целико, а не просто считать и все. Поэтому наши разговоры, они не о пустом. Другой раз ты это услышал, ты это скажешь. Нужно или нет? Я пишу здесь, суды, сейчас Сергей Павлович берет. Суды, меня лишили последнего слова. Вопреки всех законов, последнее слово осужденному дают сказать. Ну, говорит-то, а по делу, что обвиняют-то. Мне не дали? Меня лишили? А я делаю пометку. Да, я был не в Германии. Я был не в предителе, который, а у него не кто-то, а Геринг, обвинительный был, как прокурор, Генри Геринг. И это, как его, Геринг это звать-то? Геринг. А? Геринг. Геринг. Яндрих Гимблер, а этот-то как? Фридрих. Нет, не Фридрих. Не ладно. Герман, Герман Геринг. Герман Геринг. Да, Геринг. И вот, он, его не мог потопить, Димитрия, Димитрова, Георгия. Не мог. А этот коммунистов, не представь, фашистский строй, и дали защищать все, и он защитился и вышел. У нас ни один коммунист не вышел. Да не знаю, тройка, так. А как, говорит, у меня монеты, я вот так вот брал его, всегда, когда только что, я бросаю кверху. Решка, орел, все решка, значит, расстрелять. Не Тельман, а Димитров, наверное. Тельман-то не выпустили, он в концлагере. Геринг Димитров. Геринг Димитров, да? Да. Его отпустили. Поэтому фашистский суд был намного справедливее, чем коммунистический. Здесь ни одного не отпустили. Хоть какие доводы, еще нет. Я доказываю, не было этого. А у меня бумага так написана. В лагерь приехали, суда никакого нет. Но обвинительно против меня у них есть. В лагере нет света. Я показываю, включаю ртут на лампу вот такого размера. Там за километры. Ну, у нас так написано. Вы опровергайтесь через суд. Да, это их... Понятно? Нынче, когда нас зарыбили пруды, сами выкопали пруды, а теперь нас рыбоохотнадзор на крючок. За каждого карася 250 рублей. Это наше. И надо доказать, что через нас протекает река. А река это общее пользование. А который я пруд выкопал, это мой труд. Там никому ничего не принадлежит. Я могу ловить штанами, могу ловить их сетью, чем угодно. Ноздрями. Ну, когда не дещем за штанами делать, что захватить, чтобы... Так. И что они? Они отошли от нас. Мы поехали туда. Галя меня отвела, Зануряева повела туда. И они попятились назад и больше не приехали и отошли. Только это в интернет не выставляет. И нам столько жало ходило. Я говорю, решение Государственной Думы от тех, которые КЛЯ вознищают, не принимать от сексотов никаких. Вы не принимайте, вы врасывайте и все. Я ничего не нарушил. Понимаешь, когда закон по закону у тебя идет, тогда тебе легко говорить. И они тебя топят, а ты не тонешь. Я поэтому прошу слово сказать людям, никаких не запрятали. Я поставил тогда Димитрова Георгия и сравнил здесь, что Гитлер несравненно лучше распоряжался. Пока не было доказано, что Рома виноват. Рома лежал дома после ранения от американского нападения. А тут приехали, ему надо героя сохранить. Два генерала приехали, ампулу забили. Скоро 15 минут, чтобы было готово. Он простился, нажал и все. Он, ты виноват, да, виноват. Ты думал занимать в это время какое-то правительство, отдел-то? Думал, если удастся, он в Заряне уже думал-то. Ну да, да, он знал. Когда в покушении готовили-то. Нужно это знать. Но это история мира, тебе не хватает. Бурдюк треснул, тогда не надо. Иной, говорит, океан вмещается, а другого одной половинкой трещит. Ничего не надо. Поехали. Я помаленьку разъясню, что было сказано сегодня. Господи, ну и псы под столом едят крохи у детей. И сказал ей, за это слово пойди. Бес вышел из твоей дочери. И придя в дом свой, она нашла, что бес вышел, и дочь лежит на постели. Толкование блаженного. Если бы он увидел, что дочь занимается мирскими делами, мать-то пришла бы когда-то, а увидела, она сидит там, тяжелый металл там слушает, или что-то еще там, или что-то там, балериной стала. Она бы еще сказала, исцелилась или нет. Но она увидела ее. В каком положении? В спокойном положении, лежащем. Нигде не написано, что Господь исцелил, и он пошел бы на прежние подвиги. Там, единоборство, там, бить кого-то, как Педра Миляненко. Нет. Это тоже одержимость своего рода. Да. Надо знать, для чего Бог исцелил. Чтобы пошел с ним. А тут говорят, а ты вернись назад, бесноватому. И скажи родным, что сделал Господь с тобой. Да хоть не пошел, а пошел по всему городу и начал говорить. О, проповедники были какие. Это мы узнаем из этой чудной книги. И это тоже спокойствие, считается. Хотя ноги будут болеть, больше еще, чем от танцев. Походи-ка по пятиэтажкам. Господь будет смотреть цель, намерение. Даже я сделал не так. Ну, почему ты это сделал? Намерение было. Я хотел, Господи, как лучше. И поэтому пошел напрямик, это больной. Ну и что получилось? Ну и что получилось? Завяз. Ой, как все непросто. А сколько танков завязывал напрямик, пускали через болото? Он только сказал, завяз. И так получилось. Богатый человек жил где-то. И там ребенок куда-то пошел и увидел человек в трясине. Он прибежал. Папа, там человек тоненько. Ну, трудно было доставать. Надо было доски кинуть, а тот еще не до самой шейки. И он его вытащил, обмыл все такое и отправил. Он говорит, ну я тут сам дальше уеду. А молоденький был на коне. Тот уехал. Проходит там день или сколько-то, и вдруг, а то и важно. Колесник, а там шестерка и лошадей. Это вы? Вот мой сын, вы его спасли. Знаете, я вам могу очень сильно помочь. Я довольно зажиточный. Вы сына спасли моего. Вы знаете, это наследник мой. Проси. Он говорит, мне ничего не надо. У меня все есть. Я тоже не бедный-то. Тот подумал так. А сын ваш учитель-то думает? Да, а куда? Да тут есть престижный университет, но очень трудно попадать. Он говорит, а я хозяин там. И он этого сына принимает. И сына-то оканчивает университет медицинский. И тот пенистерин, что ли, изобрел. А тот, который этот помогал-то, это Уинстон Черчилль. Ух ты. И теперь они, когда уже встретились, как они вовремя, какие дети у них были, и как он его спасал. А по-другому бы начали говорить. Не той мере, а что-то такая трогательная, какая история. Никто не знал, кого спасает. И не знал, кто спасает. Бог расставил на свои места. Из всех правителей, которые в войну, самый умный был, Уинстон Черчилль. У него Нобелевская премия только по литературе была. Это мы видим такой толстяк там. Сигары. Сигару курил постоянно. Да. Мы говорим об этом, чтобы мы увидели, как хорошо быть верующим. Нам это не надо. Из истории этой. Вот. Веспятки завета. Цари выходили. Заговоры убивали. Зачем писать столько? Там язык сломаешь, произносить их имена. Ну, сплошь и рядом идет. Тот проник к нему. А вот толстым. Пришел меч спрятан. Я вот тебе принес. Вот как ты думаешь, где это? И живот пропорол ему. И скорее в другую дверь вышел, ушел. И война началась сразу. И тук закрыл написано рукоятку. Отверстие. Это было непросто. Женый какой был. Мы должны видеть это. И сказать это повторение. Что иудин где-то сказать. И сверь сделала. И там иудин голову отсекла. Это было уже. И Библия переполнена этими событиями. Некоторые говорят, я читаю Библию, ничего не понимаю. Историю понять легко. Кто, кто, с кем, как. Но надо просто маленько прислониться. А теперь и написано это для нас, достигших последних времен. А как мы никогда не коварствовать? Да он враг. Враг-то враг. Но мне с врагом как обращаться? Господь переменил все. Я вас, мусульманник, когда говорю, я простым вопросом задаю. Скажите, вы Евангелие знаете? Почти. Ну, вот так вот где-то. Другой маленько знает так. А вы можете сказать, что Христос меч брал в руки или нет? Я не говорю убивал. Брал или нет? Не знаю. Написано. Положи в меч, ты в ножны. Взявший меч? Взявший. От меча погибнет. Кто ведет в плен, сам пойдет в плен. Так убивал Христоса? Не было. А ваш руководитель, который написал вот эту книгу-то, он воевал? Ну, наверное, воевал. Сколько? Ну, наверное, пять сражений. Не пять, я говорю, а 72. 72 сражения провел, и только два были оборонительные. А остальное грабили караваны. Больше ничего не было. А откуда вы это знаете? Звезда Востока. Единственный журнал мусульманский, выходивший в советское время в Ташкенте. И мне привез целую кипу Виктор Андреевич. Они у меня сейчас где-то лежат здесь. И оттуда я знаю. И там специалисты там, которые по Востоку работают. А это что так важно? Важно. Сторазмерность. Мы находимся в другой стадии сегодня. Нам Бог открыл. Мы приобретаем любовью. Не мстите за себя, возлюбленные. Предоставьте суд мне. Страшно впасть в руки Бога Живого. У вас есть такие слова? Нету. У нас есть. И то, что у вас считается нормой, четыре жены, у нас считается развратом, буйным, помешанным, беснованием, похоти. У нас разные планки. А у вас все. У нас даже две жены, если с обоими живет, то ему ни исповеди, ничего не будет. А зачем с ними? Первая, в которой многоженцы приходили, они должны были остаться одну, а остальных отпустить. Это житие святого Севастьяна, там и говорится. Да он до первой исповеди не дойдет с двумя женами. Там, как интересно, он и говорит. А трех селят всех дел сатаны. Он говорит, какие дел? Ну, женщина имел дело незаконное, там и взятки какие-то брал. Он тогда вышел, он говорит, еще раз, уже в воду залезли. Погружать тебя? Он говорит, нет. Вышел, где моя одежда? Вот она. Взял одежда и говорит, значит, ты раньше молчал. Какое из меня крещание? А дел сатаны, когда с сатаной в воду залез. Подождет. Пошел домой. А у него там наложницы. И он их всех отпустил, наградил, выдал замуж, пристроил всех. Дальше, кому где долги должен был, возвратил четверо. Тогда вернулся. Ну, я готов. Опять снял, пошли в воду. А трех селят дел сатаны? Вот это надо знать. Не просто языком пошевелить. Пошли. Господь не тот час соглашается на ее просьбу, но отсрачивает дам, дабы показать, что вера жены тверда и что она терпеливо ждет. Несмотря на отказ, научимся, из этого и мы. Не оставлять тот час молитвы, когда не получаем немедленно просимого. Но терпеливо продолжать молитву до тех пор, пока получим то, чего просим. Господь называет язычников псами, так как они почитались у идеев нечистыми. Хлебом называет он благодеяние, назначенное Богом для детей, то есть для евреев. Посему и говорит, что язычникам не следует участвовать в благодеянии, которое назначено для иудеев. Так как жена отвечала разумно и с верою, то получила просимое. Иудеи, говорит она, имеют хлеб, то есть всего тебя, сшедшего с небес, и твои благодеяния. А я прошу крупиц, то есть малой доли твоих благодеяний. Будучи грешниками, мы именуемся псами, полными нечистот. Почему и нерастойны бываем принять хлеб Божий, то есть причаститься при чистых тайн с большой буквы. Но если мы в смирении сознаем, что мы псы, ежели исповедуемся и откроем грехи свои, то исцелится дочь наша, то есть бесовские дела отойдут. Вот та женщина вкладывает мысли о причастии, ну это все надумано, натянуто, ну можно так понять, но она, конечно, ни о причастии ничего не знает. Ну это понятно, что она... Никак. А он лишь какое толкование дает по высокой-высокой шкале, как будто ей это открыто, она знает и то думает, ничего этого, конечно, нет. Ну, понимать так, не по отношению к женщине, если. А язычница никак она не могла так наслужить. Ну, никак. Тем более христиане тайно собирались. И еще тут я не отвергаю, просто говорю, как реально. Так вы перед этим все про это и говорили о молитве, чтобы молитву не оставлять. Тут самое главное, это в молитве пребывать. Самое... И еще, тут не сказано до конца, если эта молитва угодна Господу, она идет по Писанию. Откуда она узнала, что это по Писанию ее просьба? Да потому что добро. Как Господь, когда сухорукий-то был, и Он возрел на них, написано, спрашивает, исцелиться ему или нет. Так сейчас суббота. У меня горящая. И они ничего не говорили. И Он написано, возрел на них с гневом, Господь. Так а что, вы никого не спасаете в субботу? Да нет никого. Как никого? А если там где-то что-то нужно вытащить, скотину вашу и так далее, ну да, вытаскиваем. Ну вот, это потому что в прибыток вам идет. А добро человеку сделать, потому что вам не в прибыток, это значит уже зло для Бога. Вот она с совестью почувствовала, что выгнать бесов и демонов из дочери, это добро для человека. И она просто попросила Господа. У нас Валя Конева была, Валентина Павловна. Вы-то говорите, Игнатий, Господь никогда не гневался. Я говорю, считай, возрел с гневом. И вы думаете, он с улыбкой изгонял бичом, когда из храма? Зачем, комедиант какой-то что-то был? А я готов изгонять, гнев, если бы был не от Бога, его бы не было. Иначе человек это просто грязная тряпка. Но куда его направить? С гневом возрел. Иисус безгрешный, Бог с гневом возрел. Ну, написано. Так написано? Именно. Ну, а как знать, когда, как? Ну, вообще, никак. Но ты знаешь, если подошло такое, то это от Бога может быть. Ну, и вот выделили вы тут причастие причистых тайн, и комментарии нам не оставили. И что нам делать, Игнатий, Игнатьевич, без этого? Вы сами выделили. Вот что вы, зачем это выделили? А почему дальше ничего не пишут? Почему не пишут? Чтобы увидели. То есть он взял так высоко, придумал это. Мы ничего не отвергаем, но насторожились. В действительности, никто не знающий ничего о Боге, никогда так не подумает. Какое-то причастие. Да какое отношение? Так еще, что он Бог написано, она поняла. Уж этого-то точно она не могла понять. Вот я сделал, как крупно-жирно выделил. Подчеркнули еще. Я обычно комментирую дальше. А тут, просто обратите внимание. Как бы надо, если бы так было. Да. Еще вопросы? Да, мы букву Ф, да, остаемся у нас. Ну, Ф, у нас через одного Ф. Еще Х. Ну, что? А? Да, он говорит, там Игра сразу букву Ф встаем. Знаете, надо, ну, кое-где так с иронией смотреть. Я так мало времени здесь. Еще буду дуться. И батюшка еще сказал слово, что обиделся. Говорит, даже обидно мне как-то стало. Как? Ну, батюшка сказал, мне, говорит, даже обидно стало, что меня там сказали, что я никакой. Ну, как будто на него сказали, что он никакой. Ничего тоже. Слово никакой. Он даже не пояснил. Речь-то зашла о том. Даже не пояснил, в чем никакой. Только свадьба играла, лишь бы в постель уложить. Дальше-то как им жить? Когда она показывает, что он мирской человек совершенно. Ничего не было сказано плохого. И вовремя. Но когда стучится, тогда теперь ты один останешься, который я стучал, говорил, а вы не приняли. Теперь сами разбирайтесь. А когда ты говорил, они не внимали. Кровь их на голове, а ты спас свою душу. Из Экииля 3.18. А если бы я увидел в штанах, что она ходит, а я видел ее фотографии, там не одни фотографии, где она в джинсах. И она стоит с женихом обнимается в джинсах. Ну чего он-то ничего не сказал? А если бы она рядом со мной стояла, даже не надо со мной обниматься. Я бы ей сказал, ты что в штанах-то ходишь, старообрядкой в штанах? Ну да. Ну что это так? Это не то, что судит. Ну ты бы не сказал, что бы в русском ушло, нормально было. Ну конечно. А как по-другому-то теперь? У нас тут была одна сестра. А теперь плохо-плохо. Поехала. А другая сестра, Любовь Николаевна, то ее встретила. Она-то поехала на дачу себе. Она говорит, а ты что в брюках-то? Ты что Игнатия узнает, он тебя знаешь. Ну Игнатия. Она больше никогда не надела. Игнатия узнает. Ну так и пугаем. Вот так и пугаем вас, дедушка Игнатия в Армалее. За крушение. Игорь. А по этому поводу можно и скажу. Громче говорите. Объявление такое, я выхожу просто из магазина. Такое объявление, ну реклама. Приходите, будет такой-то вечер, такой-то это, чтобы девушки все были, только пропуск, если они будут в платье. Кто в брюках, того не пускай. Не случайно не боялись, чтобы мы там не были, что не нарушили. Да, это понятно было. У меня племянник женился на Потеряевской. Прогласительная пришла от этих, от этих. А дальше написали. Ну ваше присутствие здесь не одобряется, потому что люди некоторые будут чувствовать себя некомфортно. Верующий человек, можете это сказать? Я, конечно. Вот и все. И это, это бьет по самому центру зачатия. Богу не доверяются. Это решительно нельзя допускать никогда. Сказали не так. Сказали, я же не колдун какой-то. А та искотина такая, приход колдуна на свадьбу видел. Когда он заявляется, и там все соскочили. И теперь что скажет? А он мог выйти на дорогу, и тройка остановится, лошади останавливались. А он стоит с мешком. А у него в мешке, говорит, там поймал волка, волчий запах. А конь как огня боится волка. Он знает, конь не полезет. Он остановил, поднял руку. Стоят, смотри, конь как вкопанные стоят. И первый разбирает, второй. А как поступать? На ней были всякие. А вот колдун пришел накормить, угостить, помолиться. Всякие были. Не бояться. Семен, волк, он и без волчьей шкуры. Ну у нас на занятия вел ГТО. АГТО, это на тысячи студентов. И меня в коридоре остановили, две вот так вот одеты, во всем черном. Мать и дочь. Мы пришли к вам. Мы две волшебницы, чтобы разрушить ваши занятия. Волшебницы? Так, помолимся. И мы стали молиться, их как будто бы из шампанской бутылки выбросило. И больше ни разу денег не было. Пролетели между рядовщиц. Их больше не надо. Я к Богу обратился и сказал, господи, это не мои компетенции. Ты знаешь сам, кто архангел воевал с ней, пусть докончит это дело. Который сбросил там монетку. А на занятиях неоднократно было, что люди заходили, непонятно кто, и убегали. Кто на передней сидел партии, кто на задней. Убегают и все. И никто их не знает, что они проходили. Вот я сегодня в интернете, в интернете, в чатур-булетке, только вот, а я сижу смотрю, он опять матерится прям, вот, так, 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 так. Я говорю, слава Иисусу Христу, все исчезло. Упал, по столу, уползся, не видать. Второй точно такой же. А я мусульманин, слава Аллаху. Я говорю, слава Иисусу Христу. Вот, пшшшшш. Я ничего не говорю, слава Иисусу Христу, больше нет. А один мужик сидит, я согласен. Я согласен, молодец. Как в Татарстане, русский идет на пасху. Христос воскрес, ай, Христос молодца. Что воскрес, он мертвый, молодца. Ну и же еще. Ну надо знать, что и как, где сказать-то. А это опыт. Сидеть будешь, ты ничего не будешь знать. Ты трудись для Бога. И Господь благословит тебя. Пошли. Марка, 7 глава, 31-37 стихи. Выйдя из пределов Кирских и Сидонских, Иисус опять пошел к морю галилейскому через пределы Десятиградия. Море Галилейское и море Тивериадское, это одно и то же. Там пруд. Да. А потому что, почему написано, и всякое собрание вод будет называться морями. Всякое собрание. Поэтому мы, где крещение у нас на Батерянке, звали Гальян море. Еще Генесарецкое называется оно. Еще и Генесарецкое заодно называется. Да. То есть название вот так вот, несколько. Всякое собрание вод, это прям первая глава бытия. Дело все в том, что Станислав Юрьевич задал ребятам вопрос, где находится Галилейское море. И они там начали говорить ему, какое море. Там никаких морей у них нету. Он такой начал им, ну такие вопросы задавать с юмором. А вот она только ответит, что всякое собрание вод. Я сейчас бюджет возьму. Это вот. И это, он мне попросил меня географически показать вам. Странно, ты не участвовал. Покажи им, где находится Галилейское море. Бестолково мне-то не надо было. А ну там недалеко. Давай, считай. А, я думал, все. Продолжим. Привели к нему глухого косноязычного и просили его возложить на него руку. Иисус, отведя его в сторону от народа, вложил персты свои в уши ему и, плюнув, коснулся языка его. И, возреб на небо, вздохнул и сказал ему, Ефафа, то есть отверзись. И тот час отверзся у него слух, и разрешились узы его языка, и стал говорить чисто. И повелел им не сказывать никому. Ну сколько он не запрещал им, они еще более разглашали. И чрезвычайно дивились, и говорили, все хорошо делает. И глухих делает слышащими, и немых говорящими. Двенадцатый, первая глава Бытия, двенадцатый стих первой главы. И назвал Бог сушу, землею. А собрание вот, назвал морями. Ни размера нет, и лес нет, выход к океану, ничего нет. Собрание вот. Это что название Генни-Сарецкого, по географическим меркам, это никакое не море, озеро. А уже песнопение, чудное озеро Генни-Сарецкое, озеро, уже поем, не море. Хотя везде море, вот, написано. Море, ничего такого нет. Поэтому не надо удивляться. Море там только одно, средиземное. Всякое плюновение, говорит нам толкователь, есть излишек соков. Но в Господе все чудное и божественное. То есть Господь плюнул все подозрение. Надо скажу. Он говорит, а как ты епископом стал на Бьявене? Очень просто. А ты знаешь, какая целительная сила Христа, говорит, из плюновения, землю, и на глаза. Врачи-то разве... Шарлатан только. Стерилизация какая. По-другому никак нельзя. А он отвечает, как? А на кого Господь плюнет, на воплев попадет, тот епископом. Очень здорово как. Тот епископом стал. Так меня Господь плюнул, на меня попало. То есть я никуда не буду больше. Все на меня привезут. Для плювка Господня готов, да? Отводят, в отверженный. Как? Он сидит там, Кюрия. Кюрия это священник. Священник. А император приехал к своему дяде, он его епископ был. И император как проходит, он вот так вот устоялся у него. Так. Вы почему на меня так меня у тебя смутите? Ну, знаете, вы перед собой видите доброго человека, а я вижу великого. Тот и другой уводит Господу. Он зашел, поговорил маленькой Кюрии, Наполеон-то и говорит, вот я там что за священник такой, вот такой-то. Так. Как епископ, чтобы был. Он на утро просыпается уже епископ. Наполеон. Давно у дяди? А дядя говорит, я знаю, он хороший, так он все отдает. Как вот этот пришел-то этот. У батюшки-то и как честно рассчитался. Быков. И как быков-то. Вот. Аркадий. Это тоже качество такое. Но на глаза ему лучше не попадать. Иначе он прилипит, нам и оторвать. А противо никак мы не можем. Абсолютно непредсказуемый. Если уж Роман непредсказуемый оказался. Роман, если непредсказуемым оказался, то до кого знали сколько. У человека в русле был. Я вот разговариваю с ней. Она взялась, подправила. Я знаю, знаю. Все, вчера направился, уже один ролик есть. И мне гони их прямо. Это русло еще с притоками. Надо еще притоки отсекать. А? Я говорю, притоки кое-какие там есть интересные. Еще все, уже один ролик я уже выставил. Да, нормально все. Она уже удовлетворение находит. Да, очень хорошо. Мы должны распаковать это богатство. То есть. Это мне еще Бог позволяет увидеть. Сильно работает Сергей и Вячеслав. Давай. Бог им в помощь. Возрев на небо, Господь воздыхает. С одной стороны, молитвенно к Отцу, чтобы Он помиловал человека. И в пример нам, чтобы мы, намереваясь совершить какое-либо доброе дело, взирали к Богу. И у Него просили помощи для совершения Оного. А с другой стороны, воздыхает и сожаление о человеческой природе. Как она до того предана дьяволу, что терпит от Него такое поругание и страдание. Посему-то, когда исцелял Господь, исцеленные и проповедуют о Нем. Несмотря на то, что Он запрещал им это и заповедовал не говорить ничего. Отсюда научимся и мы. Когда благодетельствуем другим, не принимать от них похвал. А когда получаем благодеяние, прославлять благодетелей и разглашать об них. Хотя бы они и не желали того. Вот, глядите, Игнатинович, когда кто-то говорит, а, вы лапкинцы. Вот, это как бы со мной стороны похвала вам. И приятно, что вас знают. Но с другой стороны, это же они в негативном ключе говорят. Ну да. Правильно, поэтому вот я лично не принимаю, когда говорят мне, что я лапкинец. Я вот именно поэтому не принимаю. Что я считаю, что это негативное отражение. Так же, как когда-то Яна Кронштадтского и Анитов была такая секта. Нет, тут ничего нет. Просто они выделяют, чтобы понять, откуда вы идете. Вот она, Раиса Николаевна, вышла, а батюшка идет с Нихольского собора. И говорит, батюшка, я столько ждала, почему проповеди не было? Ты не от лапкина? Нет, так они прям лапкинцы говорят. Да, от лапкинцы говорят, а ей прям одни от лапкинцы говорят. Почему лапкина? Это проповедь должна была быть. Они не имеют в виду ни последователь, ничего, то есть одного духа. Вот здесь, да? Ничего здесь нет, никакого почтения нет. А раз меня не навеет, они сразу, когда называют лапкинцы, то есть на них сразу же гонение. Здесь Кронштадтскому никакого, даже миллиона или процента нет. Его считали за Бога. Но я никогда не отказываюсь. Я говорю, да, у нас отец и Аким Лапкин. Я говорю, вот так. У меня в интернете тоже девушка там, две девушки молодые. Очень удивляются. Я говорю, у нас, говорю, батюшка и Аким Лапкин, священник, очень удивляются. Они почему-то не знают, что батюшка у нас тоже Лапкин. А его ты не слышишь и нигде это не видишь. Ну да, они его не понимают, что... Когда они говорят, что Лапкин, это двояко непонятно. Ну как бы, да, у нас батюшка же Лапкин, поэтому... А с другой стороны, они вас имеют в виду. Каждый в своем месте. Если бы как был он, такой, как я, у нас будет ничего не получилось. Если бы был какой, ничего бы не получилось. А почему? То есть в одной сфере мы могли бы тут, говорится, наступать друг на друга на пятки. Не буду. Вот у меня дорога, даже ехали. Им было нелегко со мной в дороге. Проехали 120 тысяч километров. Вот они едут и разговаривают. В магазин-то зашли. Рыба хорошая лежала. А как? Я посмотрел на Игнати. Вижу, он даже не глядит, значит, он бы не одобрил. А дорога-то поехали, только отъехали, ну, может быть, километра три. А Сиваш, Сиваш, вот это, озеро-то в Армении-то. Сиваш. А вот я говорю, вам эта рыба понравилась, да, поворачивай, Николай. Назад и купите. Они радостно развернули машину назад, купили. Теперь варить. А я собаку взял, ушел гулять. Когда они поели, я вернулся, там сухари есть поел. Мне не надо, потому что со мной им было очень трудно. Они покупают что-то, едят отдельно. Мороженое с этими питами покупали. Но на свои деньги, от меня не рубля. Мне довезти до дома машину. Я только за горющее заплатил за одну поиску 440 тысяч. 440, полмиллиона проще. А они-то не вкладывают. А мне надо сохранить деньги. Мне задача доехать. С какой скоростью? Меньше всего и быстрее всего. Это 85 километров. Я сижу и только и поглядываю. Он-то больше, то меньше. Самый малый расход 85 километров. Она груженая газель. Ну там у нее написано крейсерская скорость. Я на опыте смотрел. 85-90. Поехали. Ну, глава 8 начинается у нас. Евангелие от Марка. С 1-го по 9-й стих. Сколько там прошло? Час прошел? Вопросы есть? У нас вопросов-то... Вопросов... Есть у тебя вопросы? Как людям в себе воспитывать смирение? О, ты гляди-ка. Знаете, в английском парламенте у них такой порядок. Полный мешок шерсти. И кто говорит, он должен сидеть не на скамейке, а сесть на этот мешок. А зал-то большой. И кому если надо, то мешок туда летит, по воздуху перекидывает. У меня... Ему мешок кидают. И он на него должен сесть. И тогда говорит, уважаемые господа, у меня такая просьба. А Исаак Ньютон-то лост. И он сидит, никогда ничего нет. И все говорят, почему он молчит-то? Ты такой умница. И однажды он руку поднял, что... Поднял. Вы хотите слово сказать? И мешок полетел к нему. Он на мешок сел. Господа, я попрошу, закройте, пожалуйста, форточку. Так дует. И мешок обратно полетел. Итак, кто ответит на вопрос? Еще говори громче. Как людям в себе воспитывать смирение? Как людям в себе воспитывать смирение? Вот, понимаешь, мои ответы, они нестандартные будут. Самое лучшее смирение тогда, когда тебе попадешь туда, где никуда не повернешь. Тебе такие четыре узды в рот загонят, и по стенке будут размазать, и ты будешь собирать языком все. Ой, научно, да так быстро, и такое смирение. Будешь делать все, что надо. Практически. Дерьмо твоим намажут кусочек, и съешь его, иначе тебе не жить. Что угодно сделаешь. Но если они знают, что ты верующий стоишь, они даже не посмеют. Я делюсь своим опытом. А если бы с вами такое сделали, не сделали. Ну вот ехать надо нам за рубеж. Я в интернете ищу все страны. Польша, Чехословакия, Румыния, Венгрия, Австрия, Германия, Франция, Испания, Португалия. Я пишу, какие порядки для иностранцев там. В одном месте нельзя голубей кормить, я должен знать. В другом месте нельзя вот кто-то делать. Я это все... А там вот такое дело. Там нужны вот такие документы. Там еще дополнительно. Я все выписал. Я переплесчик сам переплел. Все заущил. Поехали. В эти страны едем, а я про себя знаю, что там делать. Она нас не работает. Не работает. Не в одной стране все... А я выписал только то, что предупредительное. За что штрафовать могут. Ничего нигде нет. К нам по-другому относятся. Да нет, нет, вас это не касается. Отойди в сторонку. Вас это не касается. Я говорю, так и написано так. Ну, написано, это мы даже исполняем. Но вам это не надо. Вы и так. Понятно? На нас нигде не сработало. Особенно нас предупреждали. В Чечню не ездите. Там только головы режут. А вы этих-то берете зачем? Мы поняли. Вы хотите быть мужчиником? Я говорю, да. Ну вот езжай один. А зачем ты этих-то берешь с собой? А когда приехали, они нас встречают как братья-продных. Уже едем по Грозному. Проспект имени Путина. Самый большой. Я никогда не видал проспект имени Путина. На живом. И тут молодые ребята. Ну, лет 17-16. Витя русский сейчас. А вы не подскажете, где библиотека тут? Ну, видят, что русский человек. Рядом огромная мещеть стоит. Видно, ребята так одеты. Они сразу показали. Да мы покажем, давайте пройдем то другое. Говорят, в чеченке то другое. Они никогда не позволят фотографировать. А у нас наоборот. Мы только подошли, они стали рядом, фотографируйте. Как будто мы ждали, мы их загипнотизировали. И все, фотографии сохранились. И в это время сказали. У них какое-то совещание было. У страны-то маленькие. То ли министр, или что просвещение. И она оттуда выскочила. Оттуда мне нельзя уходить. Я тут, ну, тут-то вот. Я книги разложил, рассказал, фотографировался и поехали. В Дагестане. Это тоже мусульмане. Тут обстановка. Я никогда не видал такого. Стоят с автоматами на улице. Дальше стоит снайпер. В мирное время снайпер. Я больше нигде не видал, что сегодня ночью тут взрыв был. А там священника убили. Узнали, кто мы такие. Они нас в магазин к себе заманули. Вот что вам надо, берите. А что там надо? Она такой кусок отворотила. Сыру. Бывает такими кругами. Большой там швейцарский сыр. Я говорю, нет, это все маленькое. Ну, а что вам надо? Вот эти лепешки. Да клаваш вот он свежий привезли. Она берет так, капкает. А помидоры? Помидоры самые наши едят. Давай. Так мы сфотографировались с ними. А приехали, я их фотокашечки выслал. Первый раз видел. В Германии точно та же история. Это борода все ваша. Не видят у нас борода-то. Едем ночью. Видишь, сидит. Их дал на обрыв туда. Видите, прям он в очках и не видит. Прям в платое подъехал-то. И вот такой сигнал. Машина остановилась. Патрульная. Немцы. Видите, я говорю, вот это я съехал. Я со спальта-то съехал и не вижу, что там обрыв такой. Они нас остановили. Так разворачивайтесь. И за ними поехали. Приехали туда. Так вот здесь стекло выходит выдвижное. Так они туда подариком признали. Кто-то сообщил или что. Что наркодельцы приехали. Когда мы узнали, почему нас смотрят так, мы говорим, мы верующие. А куда едете? Валентина Сортисон. Вот зонный город. Такая-то улица. Она не согласилась. Она говорит, я не дождусь. Где они есть-то там? Да вот задержали их. Ну покажите, куда ехать. Я уж устала ждать их тут. Они поехали вперед, показали, куда ехать. Мы фотографировались. А девчонка стояла и смеялась. Ну, в форме одетая. Ну, видно, молоденькая совсем. Так я отсюда приехал. На немецкий язык перевели. Благодарность к их организации, где работают. Какие вы внимательные. Где мы они послали? Несмотря на то, что дошли до Москвы. Я принял получить такое письмо о их сотрудниках. То есть я много историй заимел за это путешествие. Мы везде молились. Всегда. Куда мы не выехали. Но молиться не всегда можно останавливаться. Едет один за рулем. А я в этом время читаю молитвы. Где бы в город не заехали, в день не меньше 7 раз. 5-7 раз. А уже вечером там поднятием рук мы на палатке стоим. Вот это-то сейчас сделали. А ролик-то. Как мы на путешествии-то. Там молимся. В темноте только фигуры видать. Мы, говорит, завоевываем Европу. Это Виктор там поставил. Называется. Вперед, завоевываем Европу. И вот из разных мест все это взято, как крещение было, как мы ехали. И ролик составили. Я бы по сегодня поставил. Сегодня вышел? А? Сегодня вышел? Да, сегодня. Ну, там увидите по заголовку. Поехали. Вопрос. Вопрос. Почему Господь кому-то говорил, говорите обо мне, ну, а где там об исцелении или чем-то, да, что он делал? А другим говорил, не говорите ни слова. Говорите обо мне? Такого нет. Не обо мне, а о том, что видели или то, что произошло. То есть исцелил, да? Нет, проповедовать послал, когда это бесноватых. Ну, начинает говорить о том, скромность, то, другое нет. Золотовый говорит, что люди узнают, что он делал такие великие дела, а теперь не может себя избавить от... Я не буду сомневаться и скажу, да кабманщик, когда был, говорит, он живой, он говорил в третий день воскресну. Кого воскресну, когда распяли? И вот чтобы этого не было, до времени пока не воскресну... А когда воскресну, то уже говорить не о чем. В самом деле это Бог. Бог и человек. Потому что они настроены будут, как о Боге. И вдруг видят, он распинаемый, и скажут, что же обманщик был. И похвылят словами, тогда вера отнимется. Чтобы этого не было. Они смотрели на него, как к человеку, угодного Богу. Это человек, угодный Богу. Слепой ответил, Бог слушает того, кто угоден ему. И вот это толкование на Златоуса, оно, мне кажется, самое правильное. Чтобы они не возвысили его, а потом не увидели Пасшу. И сказали, это возвышение было за счет обмана. А когда он воскреснет, это чудо намного больше того теперь, которое там было. Оно во свете нового чуда, то вообще даже чудом не покажется. Совсем. А когда он как человек, и такое воскрешает из мертвых, и вдруг сам себя не может воскресить. Забота. Чтобы они не сказали худого, и не отнялась благодать от них. Там еще один можно добавить? Чтобы понятнее было тебе. Вот гляди, когда эти бесноватые исцелились, или про одного там говорят, который там цепь рвал и так далее. И он говорит, пойду за тобой. А он говорит, нет, идите домой и проповедуйте силу Божью. Тут разговор идет о чем? Они теперь, этих бесноватых, их же знали там люди. И теперь, когда он будет говорить о силе Божьей, то люди примут веру в Бога. Не в Иисуса Христа. Они его Богом не примут. Просто они будут видеть, какая сила Божия есть. Это подготовка была проповедь, как проповедь Иоанна Крестителя. Ну и Иоанна Крестителя, конечно, естественно, он прям показал и сказал, вот так Днец Божий, который берет на себя грех мира. Сказал, а там теперь кто уверовал? Ну, уверовали. Вот учеников несколько пришло. Понимаешь? Вот отсюда вот этот вопрос, да, да, понял. Вот у Матвея, да, он получается двое, а у Иоанна один, да, прокаженный? Ну да. А почему там двое? Потому что написано у Златоуста, один был наиболее свирепый. Наиболее свирепый. Он понял. Мой батюшка сказал, этот Быков Аркадий. Тебе Аркадий что-нибудь не говорит это имя или нет? Артем. Аркадий? Артем. Он Артем? Ну ничего. А у меня сразу... Ты уехал, Аркадий, в Америку. Ну и устроился, помогли им Аркадий звать. Торговать мясом, мясную отделку. Ну все, я говорю, да ноль это, и здесь торгует. Хозяин пришел, ну как работаете? Говорит, да нормально. Покупатели, нормально покупатели, хорошие, не ругай, ничего. Он открыл холодильник, а там такие самые вылезки большие. А это откуда? Да это я себе взял. Как себе? А ты заплатил за это? Нет. Да как же я мог взять-то? Еще хозяин, жмот-то такой. Ты же знаешь, говорит, у тебя мясо каким сортом было? Ну, как с тобой? А я уже первый сорт пустил. И прибыточка-то какой сегодня? А я тут какие-то 2 килограмма и тут еще в самом деле. Он так ахнул хозяин-то. Ты что делаешь? Мясо вторым сортом и первым сделал. А как? У нас всегда так делалось. Это не пойдет дело-то. Он давай название у ее клиента все есть. Ты был? Да, брал мясо. Ты что, не заметил, что мяса нет? Нет, мясо хорошее. Ты прости меня, у меня новый продавец. А не второго сорта мясо-то. А там с какого места продается это? Кости, где мясо, там, это все. Полычка, там, тычка. Вам, говорит, положено, сколько придете, скажите здесь. Вам 2 килограмма тут еще дадут бесплатно. Он всех обзвонил, чтобы вернуть. А тебе, Аркаша, вот сюда больше заказов, даже в магазине не появляйся. До свидания. Тебя оплатят за сегодняшний день. Он говорит, надо русский, как умеет отделать все. Помнишь, как Валан говорит, когда захватил продавца, так говорит, там, колбаса и вторая свежесть, и вторая свежесть. Не колбаса, а рыба. Рыба. Только первая. Так и здесь. Вас обманули, говорит, вы обманулись. Никогда, говорит, она не бывает третьей свежести. Она всегда только первая. Она же единственная. Когда все это ты знаешь, она до одного и даешь. Правильно, гениально. И ты всегда делай так. Но если у меня она не первым сортом идет. А ты у меня в гостях. Ты забудь, что она вторым или третьим. Так у нас до сих пор это в стране. Другого у меня нет. Вот как не вспомнить, когда до сих пор у нас это в стране. Вот придумали эту свежесть. И до сих пор так продают. Сорт первый, второй, но третий. Да. Ну вопросы. Вопросы должны быть только на сегодняшний день. Далекой. Мы сейчас встречаемся. Сейчас мы пойдем. Так. В рулетку не заходить больше. Я прошу, не надо. Это не женское дело совершенно. Не женское. Он будет знать где. Высчитай тебя. Ты не рада жизни будешь. Там все жребцы остались. Подлые, дикие, жестокие, кровожадные. Туда не надо заходить даже. А вы-то за чем старик тут сидите? Ха-ха-ха. Я открываю Библию. С той стороны, с другой. Мы как свет пришли в это царство мглы и мрака. Теперь начинаем говорить. Вот мы сегодня, что у нас будет разговор. Вячеслав получает. Меня Володя слепляет в один файл. Я кидаю туда. И вот теперь три ролика получилось на четырех. А афиша одна и та же. Большая такая Библия. Вот так разворотом. Православный крест видать. И мы около нее стоим. Лицом то. С той стороны двое, с этой трое. Здесь в платое я стою. А с той стороны в платое кто-то. За мной Володя стоит, а за ним Вячеслав. А там еще двое стоят. Перед Библией. А Библия у нас ростом. Виталий. Так сделано. Это четыре уже получается. Четыре уже, да, встречи было. Четыре ролика. Одна была, а за ту встречу три ролика. Три, получается, четыре ролика. Нет, два в воскресенье выходили. Так, еще читаем у нас. Время есть же. Да, есть, тогда читаем. Четырнадцать минут. Еще, да, еще давайте почитаем. Восьмая глава, первая, девятая стихи. В те дни, когда собралось весьма много народа, И нечего было им есть, Иисус призвав учеников своих, сказал им, Жаль мне народа, что уже три дня находятся при мне, и нечего им есть. Если не евшему, я отпущу их в домы их, а слабеюсь в дороге, ибо некоторые из них пришли издалека. Ученики его отвечали ему, откуда мог бы кто взять здесь в пустыне хлебов, чтобы накормить их? И спросил их, сколько у вас хлебов? Они сказали, семь. Тогда велел народу возлечь на землю, и взяв семь хлебов, и воздав благодарение, Приломил и дал ученикам своим, чтобы они раздали. И они раздали народу, было у них и немного рыбок. Благословив, он велел раздать и их. И ели, и насытились, и набрали оставшихся кусков семь корзин. Евших же было около четырех тысяч. И отпустил их. Толкование. Господь не порицает их, научая и нас не слишком нападать на неопытных, но прощать их, как неразумеющих. Размыслие о том, что Христос никогда не хочет отпустить, никого не хочет отпустить голодными, но желает всех насытить дарами своими. И особенно тех, кои пробыли у него три дня. То есть крестившихся. Так как крещение называется просвещением, и совершается в три погружения. Это выделено жирным и подчеркнуто. Но просвещаемые крещением оказываются тридневными. Просвященные едят и насыщаются, и оставляют избытки, так как не все Божьи мысли могут вместить. Из рассматриваемой истории позна и то, что мы должны довольствоваться только тем, что нужно, и ничего более не просить. Так и нам должно довольствоваться даруемым по мере нужды. Комментариев никаких, просто подчеркнуто. И жирным выделено. Но выделены такие слова, которые тут уж священники, но никак не могут не понять. Тут написано, крещение называется просвещением, и совершается в три погружения. Крещение просвещает и в три погружения. То есть тут все написано, что надо. И то есть мы из этого делаем вывод, что есть такая пословица, жил в них, имел много книг, и не знал, что в них. Не знал, что в них. Монах называется мних. Был, говорит, один мних, в нем много книг, и не знал, что в них. Не знал, что в них. А еще есть такая, она немножко такая погрубее, называется смотришь книгу, а видишь вот такую вот. Дуля еще она называется. А вот слова-то есть, Игнат Тихонович выделил. Тут и мне понятно, почему выделил. Потому что крещение, как, но гос и ныне там. То есть в каждой практически храме рядом или там прям в самом строят купели, и, как говорится, никто не видел там воды. А если кто и видел, то крестят опять же за деньги, если и крестят. Опять за деньги, только больше берут. Почему? Ну ты же будешь раздеваться. Тебе же надо воды еще наливать. Тебя еще окунать. Поэтому не 3000, а 5. Ну так они же работают. Заходи сюда опять. Говорят, мы же работаем. Хочешь, два раза крестим по 5-то? Десятка будет. Работа, говорится, оплачивается. Ну конечно. Вот в чем дело-то. Поэтому профессия. И вот когда Игнат Тихонович выпустил эту книгу, ну это первый выпуск, выпущен в 2003 году, ну писал, допустим, в 2002. Думал он об этом всем еще в 80-е, 70-е годы. С 70-х годов все на месте стоит. Еще больший обман получился. Сергей Павлович любит об этом говорить. А о большем обмане никогда. Да, действительно, больше обман. Не было купели и не было. А теперь и купели есть. И знают об этом. А не делают. Хотя патриархи-то об этом тоже говорят. Да патриархи и Игнатиевность газету все время приводят. Постоянно они были эти. Православная, как она называлась? Православная жизнь. ЖЗЦ, да? Как-то жизнь в церкви. Где патриарх говорит, там, 93-й год номер 12-й и там 94-й первый номер. В церковной ведомости. В церковной ведомости. В церковной ведомости, да. И там... Это Алексей Второй. И он прям там пишет, вот, у Игнатия Игнатия. И он там такие слова пишет. Бандитов напринимали, разбойников в церковь. Как патриарх, говорит Алексей. Каких бандитов напринимали? Представляете, это вот... ЖП она называется, жизнь в церковь. Ну да, типа... ЖМП. ЖМП, да. Журнал Московской патриархии. А заведующий в Петериме. Люди переводят, жалкие мысли в Петериме. ЖП это не очень, а вот ЖМП это уже ближе. Не, ну все равно я близко был. Журнал православный. ЖМП, простите. У Бога. Ну, конечно. Ничего больше, да? Больше ничего. Что-то так. Мне кажется, все с юмором. Коряй, никого не было. Не достучались они. Не достучались. Так а мы, Игнатинович, какие 150 тысяч экземпляров было? Каких? Ну, к Истинному Крещению. Одна тысяча, а потом повторно вот это три тысячи. Нет. Да нет. Которые материалы мы раздавали с 96-го года. А Крещение? Да. Ну, последний выпуск у меня был вкладыш 25 тысяч. А первый? А первый по тысяче были. А, 25. А что я 150 придумал? 150 все вместе. А, все вместе. Все 14 материалов. А, ну, все тогда, я понял. 25. Ну, их уже нету. Их раздали. Ну, как, я не есть, я могу дать сегодня даже. Я тысячи экземпляров отдал от Упаву. Просто коробка за коробка. Освободить место. Потому что у меня другое уже. Ну, а такие немножко остались. Они вот здесь лежат. Вот сейчас оттуда будете читать, да? Да, считать здесь вот. Я плохо не вижу. Давайте, я прочитаю. Что скажете, читать? Да, понимаете, здесь вот такая сценка должна быть. С батареей. С батареей. С батареей, второй сказал. Батареей. Ну, давайте я... Сейчас, сейчас. Сейчас. Вот тут вот, судя все по всему. Вот это вот. Какие еще есть там? Ну, конечно, есть. Это еще двое происходило. Нет, нет, нет. Нет, нету, нету игнотирочки. Одна страничка. Давайте я посмотрю. По оглавлению-то посмотрите. По оглавлению-то посмотрите. Тут она, это, которая... Вот это. Церковные ведомости. Так, стильно будет заметно. И оно в курсе написано. Патриарх Алексий Игоревич. Ну, тут рядышком где-то уже. Вот здесь, это прямо. Нет, что-то я не могу найти. Ага. Вот оно. Патриарх Игоревич. Прочитай. Давайте. Вот, смотри. Так, изречение Патриарха Алексия II Ридегера фамилия. Сейчас... В кавычках. Да, в кавычках, это его речь. Крестится много взрослых. И им необходимо создать все условия, чтобы это таинство, с большой рукой, совершалось в соответствии с апостольскими правилами, через полное погружение. Прошло полтора года с того момента, как я обращался к духовенству. Но, к сожалению, положение не изменяется к лучшему. Придется, видимо, в дальнейшем разрешать крещение взрослых только в тех церквях, в которых имеются в аптестерии крестильни. Чтобы не вызвать нарекания среди верующих, которые считают это строго необходимым. То есть не каноны, а верующие встречаются, а мы настаиваем на это. Ну, это вообще объяснение-то какое-то. А если таких нету, то еще... Также многие 98% священнослужителей, даже как он почитал, словно и не слышали нашего предупреждения. Прежде должна быть катехизация, что она должна совершаться благоговейно и неспешно. На поступающие жалобы свидетельствуют о том, но крещение совершается небрежно, поспешно, сокращается часто. Причем сакраментальные его части. Все чаще стали слышаться нарекания по поводу вымогательств. То есть назначение цен за совершение треб. Такой священник позор для храма. Священник требует особой платы даже за, многоточие, крещение, венчание, отпевание. Это уже настоящая симония. А к таким священникам мы вынуждены будем принимать меры канонического порядка. Больше всего поступают жалобы, прошений о проведении, о проведении, приведении. В каноническое соответствие совершение православных таинств и треб. В первую очередь это крещение, совершаемое порой обливанием одной только головы окрещаемого, вместо полного погружения выделено. В некоторых храмах сооружены баптистерии для крещения детей и взрослых. Но ряд храмов с этим не торопится. Считаю, что не следует в таких храмах крестить взрослых. А для катехизации направлять их в тот храм, где есть баптистерии. Священнослужители во всем должны быть примером для своей пасты. Я уверен, кто пришел в церковь не ради прибытка, а ради служения Богу останется. Многие же мы потеряли, как уже теряем. И сейчас официальная хроника московской патриархии номер 2, 1993 года, страница 18 и номер 1-3, 1994 года, страница 4-38. Из речи на московском и прихаренном собрании. Все. Это стопроцентная точность. А дальше написано, патриарх говорит, каких бандитов вы понимали в церкви? Да, там дело все то, что там. Все, да? Достойно есть я, кого истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херубин, и славнейшую без сравнения Серафин, Без искрения Бога Слова родшую, Сущую Богородицу тебя величаем. Игнатий Иванович. Татьяна, поморись. Я не знаю. Маргарита, поморись, подблагали Бога. Господи, благодарим Тебя за наше собрание, за то, что собрал нас в одну кучку здесь. Сделай нас верными стаду Твоему, чтобы ни одна овца не отпала. Благодарим Тебя, Господи, за все, что Ты извещаешь нам в книгах святых. Благодарим Игоря за чтение и Игнатия Тихоновича за вразумление. Господи, как мы счастливы, что у нас есть такой наставник. Господи, не дай нам распасться в разные стороны. Береги нас, а мы Тебя будем беречь в сердцах наших. Слава Тебе, Отец, Сын и Святой Духа. Аминь. Простите за стульство. А слава Божию. Спаси Христос. Игорь, а то уж чем можно вспоминать-то? Прочитать-то любой может. У вас имя Тихонович.